Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Здесь мы рассказываем все об запчастях и каждый выпуск мы хотим рассказать что-то особенное. Помните, что в «АвтоСтронг-М» 160 тысяч очень качественных запчастей, быстрая доставка и отличный сервис. Сегодня мы не будем ничего разбирать, а подробно вам расскажем о датчиках массового расхода воздуха. Встречаем! Датчик массового расхода воздуха нужен двигателю, а точнее блоку управления для расчета правильного количества впрыскиваемого топлива. Отметим, что ДМРВ давно используется на бензиновых двигателях с электронным управлением и также начали использоваться на современных дизелях под экологические нормы Евро-4. Но задачи выполняемые у них разные. Дизелям ДМРВ нужен для того, чтобы ЭБУ правильно рассчитал количество подаваемых рециркулирующих газов. А бензиновым двигателям ДМРВ нужен для соблюдения технической смеси. Отметим, что для успешного и полного сгорания смеси бензина и воздуха должна быть соблюдена пропорция 14,7 килограммов воздуха на 1 килограмм топлива. При такой пропорции все образуемые двигателем продукты сгорания нейтрализуются катализатором. Если топливная смесь богатая, то в выхлопных газах будет много несгораемого топлива, то есть углеводородов и угарного газа. Если топливная смесь бедная, то не участвующий в окислении топлива кислород соединяется с азотом. Напомним, что воздух, которым мы дышим и который попадает в цилиндры на 78% состоит из азота. А в условиях камеры сгорания кислород соединяется с азотом. Получается оксид азота, который и загрязняет атмосферу. Двигатель не всегда придерживается стихиометрической смеси. Например, при разгонах ЭБУ сознательно обогатит смесь для обеспечения достаточного количества паров топлива. При разгоне показания с лямбда зонтов не учитываются. Также во время прогрева для компенсации плохой испаряемости топлива двигатель работает на обогащенной смеси без учета лямбда регулирования. Для измерения расхода воздуха также используются датчики абсолютного давления. Они устанавливаются во впускном коллекторе и работают в паре с датчиками температуры воздуха. Вот этот датчик с Opel Insignia 2.0 CDTI, а вот этот датчик с Volkswagen Polo 1.2 бензин. Отметим, что производитель у этих датчиков один Bosch и они практически одинаковые за учетом креплений. На атмосферных моторах по разряжению во впускном коллекторе эти датчики определяют точную массу воздуха, которая попадает в цилиндры. Данные датчики могут работать как совместно с ДМРВ, так и без ДМРВ на обычных бензиновых двигателях. Замечено, что простые моторы, которые оснащены вот этим датчиком, более резво откликаются на газ, потому что датчики стоят возле впускных каналов. В паре с ДМРВ датчики абсолютного давления используются обязательно на турбированных двигателях. Они просты и надежны, но могут пострадать от сажи масляного налета, но легко лечатся, то есть чистятся. Итак, мы подошли к самому главному. Для измерения объема поступаемого в двигатель воздуха используются датчики массового расхода воздуха. Основные два типа. Это с нитью и с пленочным элементом. Работают они примерно по одной схеме и измеряют объем проходящего через них воздуха нагреваемым элементом. В ДМРВ с нитью нагреваемым элементом является тонкая проволока. Нить из платины. Она находится после воздушного фильтра до дроссельной заслонки в потоке воздуха. Температура нити поддерживается от 120 до 150 градусов выше проходящего воздуха. Каким же образом нагреваемая проволока высчитывает массу воздуха? Все очень просто. Электрическое сопротивление нити зависит от ее температуры. Воздух эту температуру сбивает. Следовательно, нагревая нить электрическим током, можно сделать вывод о количестве воздуха, проходящего через впускной тракт. Собственно, показания с ДМРВ представляет собой значение выходного напряжения, которое передается в ЭБУ и уже ЭБУ по своим формулам, которые заложены инженерами и вычисляют массу поступаемого воздуха. Давайте ближе взглянем на ДМРВ. Вот два ДМРВ. Оба с Mazda и оба с разных моторов. Один с бензинного, один с дизельного, но по факту они одинаковые. Так вот, вот эта пимпочка, это датчик температуры. Сама нить платиновая находится вот там внутри и каким-то образом воздух обдувает эту нить. В большинстве случаев датчики идут вот с такими корпусами, которые установлены после воздушного фильтра и до дроссельной заслонки. Вот этот датчик с Chevrolet Tahoe 5.3 Delphi. Вот этот с Peugeot 4007 2.2 HDI. Датчик от Siemens. На смену датчиков с нитью пришли пленочные датчики. Они же термоанемометрические. Появились в 90-х годах как более точный измеритель массы воздуха и используется до сих пор. В них находятся два терморезистора и один нагревательный резистор. Также здесь есть датчик температуры воздуха, что увеличивает точность их показаний. Плёночный ДМРВ работает весьма просто. Вдоль двух терморезисторов проходит воздух. Один терморезистор он охлаждает, а ко второму уже приходит подогретый. В результате возникает разница температур и фиксируется разница электрического сопротивления. Таким образом вычисляется масса поступаемого в двигатель воздуха. Так как у плёночного ДМРВ два терморезистора, то этот датчик способен измерять как прямой, так и обратный поток воздуха. Вы должны всегда помнить, что в «АвтоСтронг-М» изобилие запчастей. И поэтому мы подобрали вам разные ДМРВ плёночные. Вот эти с автомобиля BMW E90 320d с мотора N47 M47. Вот этот с Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI. А что это у нас такое большое? Это корпус воздушного фильтра с датчиком от Honda Civic. Здесь хорошо видно, что ДМРВ представляет собой своеобразную шоколадку со входным отверстием. Там дальше есть лабиринт, а в лабиринте уже установлен чувствительный элемент. Это нужно для того, чтобы оградить плёночный датчик от сажи и грязи. А вот на данных ДМРВ предусмотрена вот такая сетка, которая защищает датчик от грязи и направляет воздух прямо в лабиринт. Датчики с нитью надежные и неприхотливые, но не точные. К тому же не определяют обратный поток воздуха. И поэтому иногда формируется бедная топливо-воздушная смесь. К тому же двигатели с такими датчиками не отвечают экологическим нормам. Евро-4 и даже евро-3. Но зато эти датчики очень надежные. Для сохранения теплообмена после выключения зажигания на нить подается несколько секунд высокое напряжение. И нить разогревается до 500 градусов. При этом сгорает вся грязь и сажа. Нить очищается. Но если этого очищения недостаточно, она легко чистится спецсредствами. Плёночные ДМРВ. Более точные и они способны измерять обратный поток воздуха, который практически всегда присутствует при работе двигателя. Обратный поток образуется при отражении воздуха от впускных клапанов. Однако с обратным потоком в сторону ДМРВ летят грязь сажа масляной пары, производимые двигателем. Но бывают случаи, что со стороны некачественного либо старого воздушного фильтра летят соринки и даже насекомые. И перед всем этим плёночный ДМРВ беззащитен. Если ДМРВ загрязнен, то начинает врать. Проблема с загрязнением достаточно серьезная. Элемент чистки не поддается. Если датчик загрязнен, ЭБУ выбирает некорректное количество топлива и выставляет некорректный угол опережения зажигания. И тогда начинаются проблемы с двигателем. Двигатель будет тупить, лить много топлива либо вообще не заводится из-за перелива топлива. Если ДМРВ отключить, то двигатель будет работать в принципе нормально, потому что ЭБУ будет формировать топливно-воздушную смесь в аварийном режиме фактически вслепую. И еще раз напомним, что ДМРВ с нитью весьма надежны и в крайних случаях поддаются чистке спецсредствами. Исправный ДМРВ при включенном зажигании и неработающем двигателе выдает напряжение в 1 вольт. Это напряжение легко проверить мультиметром между сигнальными проводами. У Bosch это 3.5, у Denso 3.4. Если же напряжение 1.03 и выше, то датчик уже врет. Но это исправляется обычной чисткой. Также датчик можно проверить и снятый. Достаточно на датчик подать напряжение 12 вольт по соответствующим проводам. Таким же образом проверяются и капризные пленочные датчики. Сам производитель Bosch говорит, что напряжение должно быть 1 вольт плюс-минус 2 сотых. То есть, если больше либо меньше, то расходомер под замену. Эту проверку можно комбинировать еще с одним способом, который подразумевает измерение пикового напряжения. Но здесь есть нюансы. Если двигатель оборудован дроссельной заслонкой с тросом и приводом, то надо резко открыть дроссель и измерить напряжение. Если напряжение будет 4 вольта или выше, то ДМРВ исправен. Если меньше, то под замену. Правда, такой способ не подходит для турбомоторов, где ускорение потоков воздуха происходит с задержкой. И при перегазовках на стоящем автомобиле не достигает пиковых значений. Такой вид проверки не совсем подходит для автомобилей с электронным дросселем, потому что на стоящем автомобиле дроссель открывается не полностью. И потоки воздуха не достигают пиковых значений, и поэтому мы не увидим напряжение здесь выше 4 вольт. Но выход есть. Исходя из опыта либо из специальной литературы, нужно взять пиковое значение плёночного ДМРВ с электронным дросселем и сравнить с фактическим. Умные диагносты записывают показания исправных ДМРВ и используют эти показатели в своей работе. Самые современные плёночные расходомеры уже формируют не аналоговый сигнал, а цифровой сигнал в виде частоты. И тут без специального оборудования и знаний, чтобы расшифровать показания, не обойтись. Следует в конце отметить, что бэушные расходомеры стоят в пять раз дешевле новых. И это реально выход из ситуации, потому что они отработают свои несколько лет и отобьют ваши деньги. Так что за прекрасными расходомерами в «АвтоСтронг-М». Я надеюсь, вам понравился наш сегодняшний эксперимент. Поэтому обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео. Нам будет приятно. Заходите на наши соцсети, участвуйте в наших акциях, покупайте у нас отличные запчасти. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».